И был риск. Самая ничтожная женщина лучше самого умного и гениального собеседника. Потому что с гениальным собеседником я имею дело как салонный говорун, а с ничтожной женщиной я рискую. Там вовлечены желания и только через них. Только через желание и боль я могу узнать и мир, и других, и себя. И более того, просто добавлял в таких случаях, что люди, действительно имеющие глубокую и интенсивную внутреннюю жизнь, имеют потребность, выходя из нее, минуты, когда они из нее вышли, в фривольных разговорах. Ну, вы эту истину, наверное, знаете. Что если с вами действительно произошло что-то внутреннее, серьезное, и вы поработали, то, выйдя из этого, вы нуждаетесь в фривольных разговорах, а вовсе не в умных беседах. Так вот я понял, пишет в прошлом, все эти материалы, истинные, то есть истинные открыты в весьма посредственных или даже низменных удовольствиях, все эти материалы художественного произведения, все это было моя прошедшая жизнь. То есть, что материал составлялся, что материал произведения составлялся из материала жизни. Вот тут наше внимание будет проскакивать, конечно, поэтому я предупреждал. Фраза похожа на то, что мы думаем, что, ну действительно, о чем пишет писатель? Ну, о том, что он, что случалось, что он наблюдал. Сюжеты, которые он видел, или то, что он видел, он превратил в сюжеты. Вот я пытаюсь передать вам, но это я не смогу сделать. Вы должны будете то, что я говорю, подкрепить чтением текста. Только пройдя его, вы поймете, и вам окроется довольно существенная истина. Мне это имеется в виду. Я в прошлый раз вам говорил, что в прямом телесном смысле слова имеется в виду, что то, что называется произведением, состоит из материала нашей жизни. И питается из этого мяса, состоит. И наоборот, произведение является частью мяса нашей жизни. Это была моя прошедшая жизнь. То есть, та прошедшая жизнь, в которой он, идя мимо куста боярышника, или поедая пирожные Мадлен, ну это знаменитая сцена, не просто прошел мимо куста боярышника, а остановился. Этот эпизод материал произведения истории. Или поедая пирожные Мадлен, он остановился. Это эпизод, материал произведения искусства. И, казалось бы, незначительный. По другим критериям он не вошел бы ни в какое произведение искусства. Назовите мне такого писателя, у которого поедание пирожного заняло бы такую существенную, несколько, ну пару шокин страниц, как у Пруста. Нет такого. Я понял, что эти материалы пришли ко мне во фривольных удовольствиях. В лени. Кстати, в лени очень простой. Я буду перебивать перевод пояснениями. В лени очень простой. Ему лень было писать то, что видят все, и то, что видят его глаза сами собой. Скучно. Тоже вы можете на этом, на себе этого увидеть. Ну, действительно, откуда может взяться сила, чтобы написать, ну, халтурную книгу на сто страниц. Я обычно удивляюсь, например, не тому, что она написана халтурно. Я удивляюсь тому, что она физически написана. Что у человека хватило трудового усилия, а трудовое усилие всегда требуется в искорке, в динамической искорке. Ну, надо же сидеть, работать. Как можно усидеть за столом, чтобы это написать? Я пытаюсь представить лицо человека, который это делал, и не могу понять. Как ему было не лень? Кстати, в некоторых местах романа и других, кроме этого, очень себе вопрос говорит, что лень спасала меня от написания плохих вещей. Значит, приходило бы ко мне в лень, в нежности, в боли, укладывалось бы во мне и накоплялось, без того, чтобы я понимал бы назначение этих материалов. Даже о том, что они будут жить, так же, как не знает об этом зерно, которое откладывает пропитание, из которого питается растение. Как зерно, я мог умереть, когда разовьется растение. Когда развивается растение, зерно умирает. И оказалось бы тогда, что я жил для этого растения, даже не зная об этом. Даже без того, чтобы моя жизнь когда-либо вошла в контакт с книгами, теми книгами, которые я хотел бы написать. И для которых, когда я садился за стол, я не находил сюжета. Это опять к осторожности о том, что называется материалом произведения. Не событие жизни, не материал произведения. Потому что, если были бы события, сел в за стол, он нашел бы сюжет. А вот тут он садится, и он не подозревает о том, что поедание пирожного это и есть материал в произведении искусства. Он пока другое представление о литературном труде имеет. Садится за стол, и голову в голове пусто, нет сюжета. Или есть такие сюжеты, которые только лень вызывают, и поэтому не хочется писать. И тогда вся моя жизнь, ну то есть таким образом вся моя жизнь по сегодняшний день могла быть и не могла быть резюмирована под следующим названием. Призвание или предназначение. Вокасьем. Ну призвание лучше, потому что в русском глаголе звучит звук, то есть окликнутость. Вокасьем это, там, вокал это окликнутость. Значит тут могла быть резюмирована под титром, названием Вокасьем. И не могла быть. Не могла быть, потому что, не могла быть в том смысле, что вся литература не играла никакой роли в моей жизни. Снова к моему предупреждению. Вот он пишет. Вся литература не играла никакой роли в моей жизни. Так что, когда этот же человек утверждает, что произведение искусства, есть единственная реальность, единственная настоящая жизнь и прочее, то это имеет особый смысл. Не тот обычный, который мы склонны вкладывать. Значит, в обычном смысле слова литература никакой роли в его жизни не играла.